здравствуйте дорогие друзья в эфире программа финансовый директор веду ее я павел гагарин мне помогает анастасия белоногова и у нас в гостях эльвира даутова финансовый директор ассоциации электронных площадок здравствуйте эльвира здравствуйте очень приятно что вы к нам пришли но вот ассоциации электронных площадок расскажите пожалуйста что это такое то есть я знаю что существуют электронные площадки всевозможные тендеры торги через них проводятся а ассоциация что она делает какую роль она играет расскажите пожалуйста об этом поподробнее нашим зрителям наша ассоциация уже существует 8 лет на рынке на заре становления электронных торгов под эгидой айтп начал развиваться электронный рынок в стране наша группа компании помогает участникам гос торгов получить полный перечень услуг для участия в тендерах от выдачи электронной цифровой подписи участие в семинарах также получение услуг по кредитование тендерный кредит банковская гарантия юридическое сопровождение в торгах и в том числе значит написанный нами с более семи лет назад софт по участию в торгах да данный софт помогает участникам торгов выбирать нужные тендеры и более квалифицированно в них участвовать здорово интересно получается не только технические и организационные вопросы но вы еще как-то и повышаете их квалификацию там возможно помогаете партнером друг друга найти то есть вот что у вас на первом месте решение технических вопросов или программного обеспечения поставка программного обеспечения или вот человеческие взаимоотношения это как-то комплекс или да это комплексный подход мы преследовали непосредственно цель чтобы это был комплекс услуг чтобы прийти в одно место и получить все услуги да это непосредственно единое рабочее окно для того чтобы участник торгов мог спокойно эффективно не непосредственно не теряя ни времени ни своих финансов нет трудозатрат не отвлекаясь участвовать в торгах он не прилагает к этому никаких усилий вы все делаете за него да здорово вот мне бы так конечно но там у вас счет идет на этом единицы десятки сотни тысяч и сколько всего там организации или людей присутствует у вас в качестве членов в ассоциации у нас непосредственно взаимодействие с нами партнера это все федеральные торговые площадки 5 федеральных торговых площадок коммерческие торговые площадки банки партнеры значит компания которая также проводят обучение то есть мы взаимодействуем с другими учебными центрами вот и все удостоверяющие центры аккредитованные для выдачи цп понятно но то есть тогда получается что у вас как у финансового директора достаточно обширная деятельность много платежей поступает в виде членских взносов кроме членских взносов что-то еще есть ли у вас не коммерческое партнерство прибыль вы не извлекаете то есть вот как здесь структура вашей работы смысл если у вас коммерческий смысл вашей работы конечно мы под эгидой этп в данном случае внесем идею до участия в торгах эффективно участие в торгах на текущий момент мы эту тему развиваем на трансграничном пространстве в том числе со странами осеан где уже с помощью другого нашего программного обеспечения помогаем выйти на рынок нашим компаниям непосредственно компании которые участвуют в предложении своих услуг на нашем рынке да они естественно все и несут коммерческую основу вот в ассоциацию можно вступить в случае если вы придерживаетесь идей которые прописаны непосредственно в работе айтп тогда поподробнее расскажите какие-то идеи идеи связаны с развитием электронной торговли причем на международном уровне это непосредственно идет вот темы электронная экономика прямо все что вы говорите хочется развернуть глобально про электронную экономику значит мы сейчас взаимодействуем с представителями компаниями из стран осеан и брик непосредственно по сотрудничеству их торговых площадок и наших для безбарьерного развития и увеличение товарооборота между нашими странами то есть мы помогаем оцифровывать торговлю стираете границу да да а как же таможенные барьеры всевозможные запретительные пошлины санкции в отношении торговли с россией там санкционный список и так как-то касается или вообще это на вас на вашу работу не влияет если то как непосредственно до введения санкции мы взаимодействовали с торговли площадками западной европы можно отметить что россия в этом плане она является передовой страной и т.п. вот санкция они ввели конечно ограничения да никуда от этого не уйти но бизнес он всегда стремится к к тому чтобы расширить эти границы и непосредственно диалог идет и даже сейчас ну понятно что упор теперь на брикс на сиан на западную европу больше европу вообще теперь не касаетесь нет почему рассматриваем то есть мы прорабатываем стратегии на много лет вперед хорошо а если возвращаться к финансовым вопросам вот для вас для финансового директора какие существуют именно от финансовые факторы определяющие вашу работу там скажем какие-то моменты финансовой нестабильности финансовая стратегия кто ее определяет вы сами определяете либо она как-то у вас откуда-то приходит вот что здесь для каждой ассоциации своя финансовая стратегия она непосредственно проходит проекции от основной стратегии естественно компания я естественно могу отметить что кризис повлиял и на нас отрасль хай-тека айти он и до кризисных времен испытывал проблемы особенно в части собственных разработок по у нас нельзя было разработать нет в данном случае инвестиционный фон он для нас более проблем у нас нет твердых залогов у нас нет товара в обороте кредитные организации они очень чувствительно относятся к залогу нематериальных активов в данном случае мы нашли путь в партнерском только взаимоотношения с нашими банками и поиски венчурных инвесторов значит здесь работа на самом деле очень сложная поскольку при взаимодействии с внешними инвесторами мне очень часто приходилось слышать слова нет да и здесь уже идет работа с возражениями нужно понять почему идет отказ возможно что это не та отрасль возможно что инвестору нужно приглядеться потому что есть такое понимание что инвестор финансирует не в точке а в прямые то есть им нужно узнать понять бизнес особенно вечерный инвестор ничего нет когда-то что-то будет и он может только надеяться что горизонт инвестирования когда-то приобретет таскать там конечную точку и в этой точке будет там положить на финансовый результат да я правильно что такой вечер да 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 и привлечение инвестиций под новые разработки очень щепетильная тема здесь необходимо очень аккуратно подходить с оценкой своих материальных активов капитализировать интеллектуальную собственность повышать стоимость компании ну и плюс работать естественно с затратами потому что основная статья затрат любой эти компании это люди вот люди самые ценные капитал и необходимо находить все возможные варианты для того чтобы сохранить этих людей то есть в условиях кризиса вы не сокращаете персонал мы стараемся этого не делать потому что иначе мы будем работать на крокосрочном варианте а нам нужно стратегическое развитие вот здесь мы уже смотрим какие функции процессы может быть вынести ноутсорсинг где-то взаимодействовать с квалифицированными работниками вне наши штаты ну весь мир так сейчас живет все на аутсорсинге на фрилансе сокращаются рабочие места но не сокращаются работники то есть в этой тенденции тоже следуете да а как же при этом быть с эффективностью одно дело когда люди сидят вот здесь у тебя под рукой и ты ими рулишь и они друг с другом взаимодействуют с руководителем другое дело когда они где-то рассеяны в пространстве как повысить эффективность их работы ведь эффективность это тоже сокращение издержек как вы с этим я могу привести такой пример в нашей слуги нашей ситуации было когда мы предоставляли услуги не только софтвердные да были поставлены задачи о максимизации финансовых показателей естественно руководители на местах они реализовывали только те услуги которые позволяли им выполнять план и достигать максимальных финансовых показателей но мы тогда не смогли выполнять стратегическое направление это развитие айти консалтинга и продвижения нашего софта мы провели реорганизацию пересмотрели kpi но должного эффекта не было оказано нужно было менять образ мышления топ-менеджмента и руководителей когда мы непосредственно перешли от финансовых показателей к показателям эффективности а именно достижение необходимых результатов по продвижению наших продуктов с при этом при соблюдении минимальных допустимых минимальных финансовых показателей тогда руководитель направлений перестали конкурировать внутри и они стали мазать как вам удалось перейти это длительная проработка непосредственно в начале с руководителями непосредственно руководителем направлении мы прорабатывать и вопросы что есть стратегические направления которые нам необходимо развивать и дальнейшем это уже масштабировалась по всей компании то здесь уже вопрос такого эффективного взаимодействия внутри компании но у вас матричная управленческая структура проектно-ориентированные офисы да то есть нет жесткой вот этой управленческой вертикали жесткая или все-таки она существует вот по поводу работы с регионами мы в данном случае могу рассказать про финансовую службу да и сервисные подразделения у нас были несколько компаний которые имели в штате своих сотрудников бухгалтерии казначейские функции юристов потом все-таки мы создали единый центр обслуживания внедрили непосредственно электронный документооборот но поскольку мы сами занимаемся цепи выдали цепи значит во-первых безбумажный документооборот да он снизился с повысилась качество и скорость работы и вот это кстати помогло выстроить эффективное внутреннее взаимодействие потому что как правило обычно да все считают что бухгалтерия и прочие сервисные функции тянут на себя мешают работать вот оптимизация этих процессов да она позволила таким образом последствия проецировать эффективность работы на каждом участке но замечательно а вы своим опытом делитесь как-то с другими с партнерами естественно мы всегда взаимодействуем коллеги по цеху всегда общаемся и делимся своей практикой дорогие друзья приблизилось время рекламной паузы после рекламы мы вернемся к вам и поговорим дальше о взаимодействии финансовым за в одессе с партнерами до встречи дорогие друзья в эфире прогресса финансовый директор ее веду я павел гагарин мне помогает анастасия белоногова и сегодня у нас гостях эльвира даутова финансовый директор ассоциации электронных площадок еще раз здравствуйте эльвира здравствуйте здравствуйте мы продолжаем разговор про обмен опытом у вас накоплен богатый опыт о котором вы нам уже рассказали как вы обмениваетесь с вашими партнерами может быть клиентами членами ассоциации или может быть у вас есть и конкуренты с ними тоже какое-то взаимодействие идет сейчас в этой области ну во время кризиса можно отметить что взаимодействие начинает активно проявляться даже зачастую не с текущими партнерами а с бывшими конкурентами для того чтобы выйти новые рыночные ниши для того чтобы найти дополнительные источники финансирования и даже разделить риски так например у нас был кейс в прошлом году когда нам понадобилось дополнительное финансирование под новые разработки очень сложно в текущей ситуации очень сложно айти компания получить внешне финансирование один из банков партнеров вышел к нам с предложением о том что мы можем получить дополнительное финансирование в случае если мы будем находить синергетический эффект от этого воздействия пристойное предложение было да да это было пристойное предложение мы непосредственно вышли на новый рынок где создали новый продукт совместно с банком партнером так называемую айти платформу которая позволяла банку получать дополнительные доходы не процентные где не было у вас конкурентов да да вот вы сказали бывшие конкуренты а почему они стали бывшими в их разорили они разорились сами или они с вами подружились или что произошло почему теперь нет конкурентов они стали бы или пожара все спасаются вместе как в лесу зверя вот что произошло ну со многими конкурентами да нам пришлось сказать даже я рада этому что мы нашли общие точки взаимодействия мы теперь в партнерах то есть мы помогаем друг другу в этот момент остаться на плаву то есть перевод конкуренции в сотрудничество зачем друг другу бить морду давайте объединиться на объем морду кому-нибудь треть грубо говоря в данном случае у нас сейчас единая цель да это выход на международные рынки необходимо все-таки расширять экспансию вот для того чтобы международный рынок не пришел к нам все-таки сфера айти а тем более электронной торговли особенно после петербургского международного экономического форума и выступления учредителя alibaba она позволяет заставляет нервничать эти компании которые с данной отрасли работают то есть или мы объединяемся непосредственно выходим на рынок со своими решениями или мы теряем контроль нашей стране и какому выводу вы пришли объединяться да да естественно нужно выходить общим фронтом сказать что-то на экономическом форуме это одно сделать немножко другое понятно что заявление они делают с определенными целями может быть направить внимание в ту сторону в которую надо вашим то сказать конкурентом вот здесь как вы оцениваете разрыв именно того что говорится с тем что делается насколько это заявление было программным соответствующим действительности что ожидать ближайшее время в данном случае я могу прокомментировать это первая панельная дискуссия которая была по поводу доступа малого среднего бизнеса к госзакупкам и к заказам госкорпорации заявлено было о том что у нас сейчас очень много направлений которые способствуют развитию да но реально мы понимаем что есть все-таки ограничения и еще очень далеко до идеала в том числе и по поводу финансирования того же самого малого среднего бизнеса сейчас очень много говорят о возможности госфакторинга как механизм возможной помощи до малого среднего бизнеса участвовать в заказах у госкорпорации при этом получать свои деньги то есть движение направление есть но очень много приходится на самом деле поскольку мы в этой отрасли связаны с участниками госторгов да очень много работы еще предстоит сделать согласен но вот вы скажем с мсп работаете с броверманом на эту тему да мы взаимодействуем с корпорацией мсп да ну и эффективно получается или все-таки больше слов чем дело вот это тоже читает про мсп очень много вопросов и вот на том же самом круглом столе выступал там артема витисян клуб лидеров выступал белоусов выступал броверман вот насколько вот меня всегда интересует насколько слова соответствуют делам насколько успешно сотрудничать с мсп если у вас какая-то статистика на эту тему ну на самом деле что мы сами лично не обращались корпорация мсп да по финансированию но взаимодействуем и могу отметить что к сожалению не столь значимые достижения как предполагались вот вот но насколько я знаю есть программные решения в том числе да у наших партнеров которые готовят айти платформу да то же самое деловой россии это гособлако которое возможно позволит как с одной стороны банком получить качественных заемщиков так и клиентам получить так называемый консьерж центр консьерж центр да есть есть такая программа я знаю но а насколько вы сами ваша структура является кредитной инвестиционной привлекательной что вы делаете чтобы эту привлекательность повысить тоже нашим зрителям может быть интересно ну как финансист я могу поделиться опытом того что можно те технологии которые есть компании да их нужно участвовать непосредственно с бизнесом до его пускать дел деловой оборот то есть технологии должны работать как актив их необходимо оценивать да периодически проводить переоценку таким образом вы повышаете инвестиционную привлекательность и для банков по финансовой отчетности также для внешних инвесторов для которых не в последнюю очередь играет роль ваши финансовые показатели то есть любой компании я уверена есть материальные активы да которые они используют но к сожалению которые не видны для внешних финансирующих сторон то есть здесь уже вопрос идет о работе с вашими активами а к сожалению в нашей стране очень малая толика примерно 35 процентов нематериальных активов от общественности активов даже у высокотехнологических компаний в то время как у международных компаний доходит до 3 а с чем связана эта проблема как вы считаете больше половины предприниматели просто не знают об этом вопросе и они не даже не знают что это можно оценить что эти активы они используют они представляют собой ценность вы не хотите как-то помочь ему знать об этом я знаю своего коллегу который очень активно продвигает эту тему и он просвещает компания по нашей стране по поводу вот вот этих вопросов это финансы для не финансистов можно так сказать где-то какой-то курс если исследовательская программа или мастер-класс что это можно сказать до семинара мастер-класс можно посетить их институт и непосредственно потом уже выходите своими проектами они открыты для взаимодействия и я уверена что в дальнейшем наши компании в стране смогут смогут применять эти методики и технологии наконец-то заговорят о товарных знаках и но-хау о том что можно использовать и то что представляет ценности международного рынка уже давно эльвира если какой-нибудь успешный бизнес кейс получения банковского финансирования в результате того что вот вы повысили свою финансовую привлекательность да этот бизнес кейс у нас был в прошлом году когда непосредственно мы обратились до дополнительным финансированием нам помогли коллеги из банка мы совместно рассмотрели одну из наших компаний разработчиков пересмотрели какие есть интересные у нас разработки значит провели переоценку текущих активов непосредственно готовились к получению финансирования именно под активы которые имеются сейчас и под инвестиционный проект который планирует выходить у нас в ближайшем будущем это венчурный финансирование эльвира а сколько времени у вас занял этот проект ну вообще подготовительный этап как правило не менее 3-4 месяцев проходит до того чтобы оценить непосредственно сами активы бизнес провести такой предварительный дью-дилидженс в дальнейшем где-то примерно 6-7 месяцев вообще вся стадия проходила с поправкой на несовершенство бизнес-процессов всевозможные бюрократические проволочки все равно где-то в год это укладывается в год укладывается да потому что здесь нет общих лекал которые обычно есть банков кредитных организаций здесь всегда идет индивидуальный подход тоже надо рассматривать компании в частном порядке нужно чтобы банк рассматривал вас как партнер да не только как заемщика данном случае он может выпустить и продукт который не вписывается в общие стандарты но при этом необходимо учитывать что банк все-таки живет по нормативам да финансировать вас в убытке там под риском санкции он тоже не будет эльвира и вот в оставшиеся полтора минуты хотелось бы все таки чтобы вы как финансовый директор проранжировали бы вот финансовые риски которые существуют на ваш рынке основные там налоговые риски может быть банковские риски волатильности курсов там еще что-то вот как бы вы их проранжировали на текущий момент я могу сказать что большей степени вот сейчас да мы сталкиваемся с рисками ликвидности все-таки присутствует да это способность ваших контрагентов расплачиваться с вами или это что-то другое это способности да вообще контрагентов расплачиваться мы уже пересматривали и кредитную политику с нашими контрагентами дошли в свою очередь им на уступки для того чтобы сохранить партнерские отношения вот здесь риски волатильности по курсам они воздействуют на весь рынок да этот риск он непосредственно кто-то в большей степени где-то в меньшей мы придерживаемся правила о том что доходы и расходы до должны быть в одной валюте то есть все в рублях с открытых валютных позиций у вас нет или у вас как-то вот объясните здесь поподробнее необходимо диверсицировать да то есть вы соразмеряете доходы и расходы по каждой валюте то есть необходимо все-таки риск-менеджмент учитывать вот налоговые риски здесь вопрос о том что необходимо периодически раз год проводить правовой аудит взаимодействовать с грамотными юристами с юридическими компаниями обращаться к юристам по налоговой практике значит и если вы верно выберете стратегически вашу налоговую политику да то я думаю что даже несмотря на ежедневные изменения которые мы наблюдаем у нас здесь налоговых рисков у нас не будет она не сказать что не будут но они будут контролируемые дорогие друзья программа финансовый директор подошла к концу с нами были эльвира даутова финансовый директор ассоциации электронных площадок и мне помогала анастасия белоногова до свидания а